Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплёв. И в этот последний день октября предлагаю вспомнить, чем запомнилась неделя предыдущая. Смотрим и удивляемся. Чем страшнее, тем моднее. Жители Самары страшно весело отметили Хэллоуин, где прошел шабаш-ведьм и как сделать самый жуткий костюм. Наших бьют. На площади Куйбышева самарские полицейские задержали особо опасных преступников. Тоже в форме. Кто кого и за что преследовал и для чего стражи порядка разыграли перед театром оперы и балета настоящий спектакль. Легенда России. В Самаре выступил хор имени Пятницкого. Где отыскать самых харизматичных артистов и кто следит за традициями в коллективе с вековой историей? Ну что ж, приступим. Выходные выдались снежные и синоптики говорят, что снегопад продлится до середины этой рабочей недели. Ну а пока дети лепят снеговики, коммунальщики разгребают первые сугробы, я представляю вам традиционную подборку ДТП с минувших выходных. Тот, кто не успел в шиномонтажку, попал в мой следующий сюжет. Этот молодой человек теперь находится в объятиях сотрудников скорой медицинской помощи. Еще несколько минут назад он решил вспомнить старые добрые уроки физкультуры. Ночь с пятницы на субботу. Пешеход устраивает спринтерский забег и пересекает московское шоссе. Мало того, что на красный сигнал светофора, да еще и вне зоны официального перехода. Нарушитель внезапно выскакивает на оживленную магистраль и попадает под колеса легковушки. Так резвый пешеход доставил неприятности сразу нескольким людям. Сотрудники полиции будут разбираться с шофером, а сам нарушитель отправился восстанавливать свое здоровье в больницу. Практически в это же время на другом конце города встретились две белые легковушки. Немецкий автомобиль протаранил американский от сильного удара. Последнюю машину развернуло на 180 градусов. Немецкий хэтчбэк, проехав несколько метров вперед, врезался в железный забор. К счастью, водители не пострадали. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. Теперь владельцам предстоит подсчитать ущерб от аварии. В эту же ночь свою физическую форму пришлось проверить водителю Роману Прохорову. Молодой человек сел в автомобиль, не успел тронуться, как почувствовал сильный удар. В его иномарку влетела отечественная легковушка. Но вместо того, чтобы извиниться, нарушитель покатил дальше. А Роман Прохоров решил взять негодяя голыми руками и побежал за ним. Я догнал уже его на новой вокзальной и открыл переднюю дверь пассажирскую. Попросил его остановиться. На что он не отреагировал, вернул руль влево и вылетел на трамвайных путях. На трамвайных путях у легковушки пробило колесо, но водитель выходить отказался. А может быть, просто не мог. Очень сильный запах его самого шатало. Неадекватная речь. Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить, употреблял ли алкоголь владельец отечественной машины. Роману Прохорову свои извинения он уже принесет в денежном эквиваленте. Будьте осторожнее на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Ну а мы продолжаем. Самарские полицейские провели грандиозную спецоперацию по поимке преступников. На глазах горожан, прямо посреди площади Куйбышева, правоохранителям удалось задержать сразу несколько грабителей, мошенников и угонщиков. Всего за каких-то пару минут преступники были обезврежены и, к удивлению окружающих, облачены в полицейскую форму. Так громко, ярко и по театральному эксцентрично стража порядка провели традиционный открытый общегородской строевой смотр подразделений полиции. Репортер лично посмотрел на необычную постановку и теперь точно знает, кто, от кого и как охраняет наше с вами спокойствие. Театр оперы и балета снаружи. Площадь Куйбышева сегодня и сцены, и театр. И люди тут действительно актеры непрофессиональные, хоть и профессионалы своего дела. Ни грима, ни сложных костюмов, ни срежиссированных диалогов. Самарские полицейские и без того еще не такой класс покажут. Для прохожих все происходящее интересно и завораживающе. Для них самих строго и четко гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции. Отдел полиции номер два промышленного района. Грабеж на улице Кубанова. Содового телефона. Примета преступника. Два подростка на вид 12 лет. Среднего роста. Один одет черная куртка, черная шашка. Примета второго на вид 13-14 лет. Среднего роста, среднего телосложения. Красногринский район. Кража имущества из дома по улице 5-й, поселка Управленческий. Похищены два обручальных кольца. Такому сценарию и такому актерскому составу любой театр позавидует. В одной колонне больше 600 стражей законы, инспекторы ГИБДД, сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи в паре со служебными собаками, конная полиция, дружинники и активисты. Все они ежедневно в режиме 24 на 7 стоят на страже спокойствия горожан. И сегодня каждого можно узнать в лицо. Но знакомства это долгим не будет в любую секунду. Каждый из полицейских должен быть готов отправиться на службу. Вот этот развод, он показывает сегодня силу этого сотрудничества. Это единство, единение и доступность сегодняшнего сотрудника органов. Вот эта доступность, она и дает возможность сегодня, эта открытость дает возможность работать в одинном ключе, в едином порыве и предотвращать эти правонарушения, которые сегодня мы видим в наших дворах. Человек сегодня должен от остановки до дома дойти так, чтобы его не обидели. Прямо на площади готовность личного состава самостоятельно проверяют руководители службы подразделений. Жители города уверяют, эти ребята могут почти невозможное. В доказательство полицейские устраивают показательные выступления. Сотрудники отряда быстрого реагирования обезоруживают противника. На все про все пара секунд, еще пара секунд, и кинолог в паре со служебной собакой останавливает уходящего от преследования преступника. Еще мгновение, и на площади начинается действие мощнее любого боевика. Сотрудники ГИБДД с балетной грации останавливают машину с нетрезвым водителем. Эти навыки они оттачивали годами, но новому учиться не перестают и сегодня служба обязывает. В реальной ситуации бывает, как в реальной ситуации. Бывает много, бывает один. Само по себе, если в реальности брать, это, скажем так, само по себе обмазать, это транспорт и случай повышенной опасности. И от этого могут пострадать посторонние люди. И чтобы этого не допустить, мы, скажем так, своими действиями делаем. Сцена сцены, но служба важнее. Уже через полчаса наряды полиции скрываются за горизонтом. Спектакль окончен. Начинается настоящая работа без прикрас и громких речей. Зато ради тишины и общественного спокойствия. В ночь субботы на воскресенье тысячи жителей Самары устроили масштабный фокус с переодеванием. Накануне Хэллоуина в одном из торгово-развлекательных комплексов города устроили шабашную ночь распродаж. У кого получился самый страшный костюм? И кто рискнул устроить романтическое свидание среди оборотней вампиров? Смотрим. Когда уже все крепко спят и видят добрые сны, просыпаются они. Раз в году у всех потусторонних сил случается выход в свет. А вместе с ним и шоппинг шаба шопоголиков. Это страшно вдвойне. Это костюм Ангела Смерти, крылья, просто проволока и разные черные ленточки привязываешь, вот они так свисают. Дальше вязаный шарф, черная одежда, черный платок, черный подворк и все. А, ну мейкап еще. Среди посетителей ТРК Вива Лэнда две сестры. Они уже в нарядах свои образы посмотрели у героинь фильма ужасов. В результате напуганные родители и полное отсутствие дома бинтов и акварельных красок. В таких жутких костюмах они и сами едва могут дышать от страха. Примерно неделю это гипс. Вот это сама сшила, это тоже мы сами сшили. Поначалу было страшно, потом и как-то это. На самом деле не дышать невозможно, не слышать невозможно. Мы решили, что я буду, если что, разговаривать, а у нее все замотано. Эта молодая пара решила устроить свидание среди вампиров и ведьм. Уверены, что их любовь будет отпугивать всякую нечисть. Впрочем, они и сами не против перейти на темную сторону. Все улыбаются, смотрят на нас. Улыбаются, говорят, что мы красивые очень. Некоторые спрашивают, где мы так накрасились. Сегодня в это время очень много людей, очень много публики, очень много покупателей. Чем ближе к ночи, тем больше представителей потусторонних сил. Они сегодня и зрители и артисты. В программе мероприятия танцуют ведьмы, черные кошки, свое мастерство показывают повелители света. Веселье продолжается до глубокой ночи, а с восходом солнца, нагулявшись и наплясавшись, все они отправляются домой и назначают друг другу встречу здесь же через год в новых костюмах. Это было страшно смешно. Ну а тем, кто, как я, не приемлет заморских праздников, предлагаю расслабиться и послушать хорошую музыку. В Самаре прошел концерт государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Репортеру удалось не только проникнуться настроениями современного фольклорного коллектива, но и заглянуть в гримерку артистов, где нужно родиться, чтобы устроиться на работу в ведущий хоровой коллектив страны и какой похвалы руководитель коллектива ждет от зрителей больше всего. Откровение о самом сокровенном в нашем репортаже. Самарская филармония, зрительный зал, зритель, сцена еще пуста, но внимание каждого уже приковано к ней. Сегодня нельзя ни просмотреть, ни прослушать ни единой детали. Артист обязывает государственный академический хор имени Пятницкого, долгожданный и трепетно ожидаемый гость. Итак, сегодня на сцене Самарской филармонии долгожданные гости фестиваля искусств «Самарская осень». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За час до выхода на сцену артисты коллектива приглашают репортера к себе в гримерку. Все артисты коллектива, особенно те, которым предстоит выйти на сцену вместе, подобраны по росту и внешним данным. И все это лишь для того, чтобы каждый из них, уже выйдя на сцену, мог раскрыть именно свою индивидуальность, чтобы ничто не отвлекало зрителя от погружения в русскую народную музыку, песню и танец. Прежде всего я хотела бы обратить внимание всех на сценическую культуру. К сожалению, мы очень в нашем жанре, жанр русского народного хора, мы очень мало обращаем на это внимание. Но сейчас 21 век, сейчас очень образованный зритель, информированный зритель, зритель, который в виртуальном пространстве, в сетях проводит огромное количество времени. И у него есть с чем сравнить. Хор Пятницкого был основан еще в начале 20 века, и сегодня, к веку 21-му, он стал лишь моложе. Фольклорные далеко не всегда известные слушателю произведения, как и прежде, основы репертуара коллектива. Но каждый из них переосмысленно, переигранно и самостоятельно. Каждый – отдельный концертный номер. Берется основа, мелодия, например, и идет ее разработка. Разрабатывается, придумывается новое, внедряются инструменты, какие-то мотивы. Вариации, импровизации. Из 500 отслушанных песен от силы одна попадает в репертуар коллектива. Каждая такая композиция – материал фольклорных экспедиций. Отыскать их сегодня едва ли легче, чем пробиться в качестве артистов сам хор Пятницкого. Руководитель коллектива ведет строжайший отбор, но молодежь сама продолжает тянуться к ней и народному творчеству. Средний возраст солистов, танцоров и музыкантов коллектива всего 19 лет. У москвичей нет, сразу предупреждаю. 33 региона России. Это из деревень, сел, рабочих поселков, районных городов, районных центров. Это такая глубинка, что… Но, но, к великому счастью, к великому счастью, они сохранили, где бы они ни жили, ни учились, ни работали, они сохранили свою индивидуальность и самобытность. Я вижу самобытность. Ох, самобытность. Ох, колоритность. Ох, индивидуальность. Ох, красиво. Ох, молодость. Ну-ка, давай, девочка, пробуем. Хор Пятницкого сегодня – точка притяжения для молодых исполнителей. Его артисты уже научились находить современное звучание в традиционной народной музыке. Осталось добиться того, чтобы каждый современный слушатель взял себе за традицию в такой музыке разбираться и ей восхищаться. Очень радует, когда они приходят и говорят «это круто». Но их сленг, понимаете, «это круто». И мы не должны от этого уходить. И моя дочь говорит «это круто», и внучка моя «это круто». У них сейчас самый, так сказать, самый оценочный термин того, что происходит. На этом прощаюсь. Желаю всего самого доброго и хорошего. До новых встреч в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Выберния». Берегите себя.